Материалы для этого видео я записал, когда у меня еще было всего лишь 127 подписчиков. И я думаю, что сейчас как никогда пришло то время, чтобы делать длинные видео, в которых мне есть что рассказать. Ну а для хорошего видео нужно, конечно же, хорошее вступление. Видос! А как вы думаете, что будет, если мы на всем ходу врежемся в танк? На обычной легковушке? Напишите в комментариях ваш вариант. Если я вас удивлю, то с вас лайк и подписка. Если вы на полном ходу врежетесь в танк, в котором никого нет, то вам ничего не будет. Машина получит обычный урон, как от столкновения. Как вы видите, я довольно сильно врезался, машина аж развернула, но взрыва не было. Но если вы врежетесь в танк, которым кто-то управляет, то вы тут же взорветесь. И да, танки в тройке по вам не стреляют. В любой игре из серии GTA танк это сила, танк это мощь. Но насколько сильно это мощь? В этом видео я протестирую броню танка при помощи всех видов оружия, которые есть в GTA 3. И затронуть те моменты, о которых никто не говорил. И в конце расскажу самый главный минус танка. Начну, как и полагается, с пистолета. Для танка это ничего вовсе, даже не назвать комарином укусом. Ни в дверь, ни в дуло, ни спереди, ни сзади. Ничего. Безбольная бита? Ну, попробовать стоило. Мое любимое УЗИ также не наносит никакого урона. Дорбовик, который взрывает практически любое транспортное средство с двух выстрелов, даже краску не поцарапал. Следующее оружие – штурмовая винтовка. Рокстары всегда избегают названия автомат Калашникова, видимо, дело в авторских правах, а может быть в чем-то еще. Даже имбовая МК, которая мощнее Калашаев взрывает любой транспорт за доли секунды, не может нанести урон танку. Причем самое интересное, если мы стреляем не прицеливаясь на правую клавишу, то у нас абсолютно отсутствует отдача. Но вот если прицелились, ствол ходит просто ходуном. Выбрав снайперскую винтовку, вы также ничего не добьетесь, даже если будете стрелять прямо в дуло. Может быть, РПГ сможет хоть как-то изменить ситуацию. В какую бы сторону танка я не стрелял, ему абсолютно безразлично. Пришло время огнемета. Делаю всего лишь один маленький выстрел, и танк тут же загорается. Да, это не очень заметно, обратите внимание на место под дулом. В GTA 3 танк горит именно так. После чего взрывается. Но можно ли из одного танка уничтожить другой? По вертолетам, к сожалению, стрелять просто бесполезно. Это просто модельки. Они даже не летают. Постреляю-ка я в другой танк. Один выстрел из танка уничтожает любую технику, кроме другого танка. Тут даже сотни выстрелов не хватит. А что же произойдет, если я вплотную подъеду к стене и выстрелю? Как и ожидалось, ничего не произошло, но проверить все же стоило. Следующее оружие на очереди — гранаты. Сколько бы и куда бы я их не бросал, они не наносят ему урона. Теперь проверяю сразу две вещи. Взорвется ли танк от коктейля Молотова и взорвется ли соседний танк от взрыва предыдущего танка. Первый коктейль Молотова ничего не поджег. Хотя, казалось бы, должна загореться гусеница. На второй коктейль, который я бросил еще ближе, танк также никак не отреагировал. Сначала под башней, около дула, я увидел огонь, но этого было недостаточно. Он вначале загорелся, а потом действительно потух. Раньше я кидал коктейль рядом, теперь кидаю в сам танк. Теперь огонь спереди башни более явный. Он однозначно загорелся, но в результате взрыва второй танк не загорелся. Пока я экспериментировал, подъехал огромный пассажирский самолет. Давайте посмотрим, что же будет. Огромный самолет против танка. Ииии... он просто проехал танк насквозь. Сначала один, а потом второй. После чего я сам решил попробовать потаранить самолет, но, как вы уже, наверное, понимаете, даже выстрелив по нему, я ничего не добился. Теперь я расскажу то, о чем никто из ютуберов не рассказывал. Если на танке врезаться в любое транспортное средство, то все знают, что оно взорвется. Ну, кроме танка, естественно. Но если вылезти из танка и начать толкать его в сторону любого транспортного средства, при столкновении танк начнет ломаться, первыми отлетят двери. Как видите, с другой стороны дверь уже отлетела. Если скорости, которую мы придадим танку, будет достаточно, то транспортное средство перед ним тут же взорвется. А еще GTA 3 это та игра, в которой с танком можно сделать вот так. А еще немного перевернуть его. После чего он, конечно же, загорится и взорвется. А еще Клод настолько крут, что когда он толкает танк, у него отлетают бронированные двери. Интересно вообще, есть ли среди моих зрителей люди, которые поворачивали пушку назад и, стреляя из танка, старались ехать максимально быстро. В GTA 3 танк это неприступная крепость. А теперь, как и обещал, рассказываю о минусах. И самый большой из них заключается в том, что танк не используется в GTA 3 вообще нигде. Не в единой миссии. Он становится нам доступен только после полного прохождения сюжета. И вопрос, зачем он вообще нужен? Ведь я прошел игру, у меня больше не осталось сюжетных миссий. Что мне делать с ним? В первый и единственный раз мы видим танк на базе Фила Кэссиди. И он закрыт, мы не можем в него попасть. Единственный способ заполучить его оттуда, это дотолкать его до своего гаража, после чего сохраниться и загрузиться заново. Тогда танк будет доступен. Это гораздо проще сказать, но не сделать. Потому что толкать его крайне неудобно и это займет довольно много времени. Плюс еще один момент, где во время толкания там есть одно место, где он может взорваться. И тогда толкать его станет еще сложнее. Конечно, вы можете сказать, что да, на шести звездах военные нас преследуют на танке. Но забрать его у военных крайне сложно. Потому что на шести звездах вас будут встречать вот эти ребята и разбирать меньше чем за секунду. И даже если вы успеете в него залезть, то вам могут просто банально не позволить доехать до гаража. Вас либо арестуют, либо где-то зажмут. Это второй минус танка. Со временем у него отваливаются двери и арестовать вас становится крайне просто. В GTA 3 уже больше 20 лет и долгое время она оставалась моей самой любимой игрой. Если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Таким образом я пойму, что видео вам понравилось. Увидимся на стримах! Субтитры сделал DimaTorzok